итак сегодня мы поговорим про концепцию системы слоев какие они бывают для чего они и так далее сразу говорю есть очень много систем классификации если американская русская у нас практически каждый поставщик имеет свою систему классификации поэтому говорить про конкретный номер слоя мы не будем мы будем обзывать его функционал те слои которые мы укажем ну давайте исторически американская система для американской армии она была первая вот давайте ну примерно нее опираться итак как сохранить комфортные условия во-первых смотрим ситуацию нагрева как мы можем нагреться ситуация номер один если какие-то климатические условия например там светит солнце там внешние условия как бы температура воздуха больше чем 36 градусов второй вариант соответственно даже если температура окружающей среды минус 40 градусов мы можем перегреться если совершаем какие-то жесткие физические нагрузки бег переползание поднятие тяжести то есть как бы любое активное мышечное усилие то есть как бы наше тело разогревает дальше разогретое тело охлаждается единственным способом это выделение пота от испаряется с поверхности кожи тело охлаждается если температура окружающей среды то есть как бы она низкая то тело постоянно то есть ну начинает охлаждаться то есть если температура воздуха на плюс 20 градусов вот при плюс 20 градусов можно замерзнуть вот хотя вроде считается ну комфортной температурой вот при плюс 20 градусов нам мы должны там либо какую-то теплоизоляцию сделать потому что она ограничить теплопотери где у нас будут теплопотери у нас останется голова через голову будут теплопотери у нас будут кисти рук через нее будет теплопотери на остальном поверхности тела мы эти теплопотери должны снизить вот соответственно естественное выделение нами тепла то есть либо виде движения либо мы поели какую-то пищу, у нас, соответственно, энергия поступила, челоческое тело будет 36 градусов снижать, примерно 36 градусов. Если температура воздуха снижается до нуля, проходит точку замерзания воды, человек, который находится в таких условиях, то есть как бы теплоизоляцию нужно увеличивать, потому что при нуле градусов теплопотери, которые будут, например, через голову, будут такие, что человек умрет, если не наденет головной убор. То есть сутки без головного убора при нуле, это смерть. Как бы мы себя там не изолировали, то есть теплопотери через голову, это смерть. При минус 40, вот я лично в Норильске жил одно время, при минус 40 у тебя остаются зрачки глаз, и все, и тебе холодно. И более того, при минус 40, ну там часов 8, и тебе все. То есть как бы ты умрешь. Даже вот, хотя у тебя вот только вот через глаза. Вот этих теплопотерь будет достаточно. Дальше. Какие факторы усиливают теплопотерю? Ну, вспоминаем физику. Если мы организуем ток воздуха, например, дует ветер, то теплообмен усиливается. Соответственно, если наша одежда, то есть как бы продувается ветром, то тепловые потери, они увеличиваются. Второе. Если к телу прилегает какой-то материал, который имеет теплопроводность, ну повышенную теплопроводность, тепловые потери тоже растут. Какие материалы имеют повышенную теплопроводность? Вода. Соответственно, если вы вспотели, или там, неважно по какой-то причине, там дождь, там снег, то есть как бы на ваше тело стало мокрым, ваша одежда намокла, то тепловые потери, соответственно, у вас кратно усилились. Поэтому давайте вот резюмируем. То есть получается, что мы должны создать вот некий такой скафандр, чтобы человеческое тело находилось при температуре 36 градусов. Если оно перегреется, оно выделит пот, этот пот должен испариться. Если, соответственно, окружающая температура холодная, то мы должны достаточной мере изолировать тело, но ситуация какая? Ну, например, мы одели теплую одежду. Ну, мы говорим сейчас про, ну, военное, то есть как бы тактическое снаряжение, то есть как бы нам нужно бегать в этой теплой одежде, нам нужно ползать в этой одежде, нам нужно поднимать тяжести в этой одежде. То есть мы, наше тело будет выделять энергию, и мы будем пытаться эту энергию сбросить, ну, тепловую энергию сбросить. То есть мы будем потеть. Так вот, на улице минус 20, у нас тело, соответственно, перегретое, оно вспотело под вот этой теплой одеждой. И что происходит? То есть мы прекратили надгрузку, наше тело, соответственно, потное, то есть оно мокрое. Тепловые потери начинают кратно расти. Получается, что нам нужно никогда не допускать влагу к телу. Это первое условие, чтобы эффективно все. Дальше, влага, которая попала от тела, естественная, должна эффективно от тела удаляться. Мы говорим сейчас про пот. В-третьих, в идеале, если на улице жарко, то ветер, соответственно, должен попадать на тело, потому что он теплообмен усиливает. Если на улице холодно, то попадание ветра на кожу нужно исключить. Такие противоречивые условия. К чему мы приходим? Давайте классический подход. Классический подход. Наши дедушки с бабушкой, наши отцы. Это хлопчатобумажная одежда в жаркое время. Хлопок очень хорошо впитывает влагу. Очень хорошо впитывает влагу. Он приятен для тела. Его приятно носить. У хлопка есть только один недостаток. Впитав влагу, он эту влагу отдает кратно дольше, кратно дольше, чем просто это бы влага, например, на коже испарилась. Поэтому намокшая хлопчатобумажная одежда, она очень-очень долго, соответственно, остается мокрой. Ее достаточно долго сушить. Второе, соответственно, если у нас пошел дождик, промежуточные, то есть мы одеваем влагонепроницаемую одежду. Там курточку одели, там, не знаю, баллоневые курточки. Вот у меня в детстве была баллоневая курточка. Вот, плюс какой? От влаги она защищает прекрасно, но если ты в ней чуть-чуть побегал, соответственно, она от влаги защищает точно так же твое тело. То есть влага не уходит от тела. То есть она остается внутри. Вот, поэтому вроде одну проблему решили, то есть как бы, ну, мы постоянно начинаем, ну, ходим потно. С теплой внешней одеждой то же самое. То есть тулуп одели, там, шубу одели. То есть как бы нам тепло, нам хорошо, но если мы не двигаемся. Когда мы начинаем двигаться, то есть как бы наш первый, ну, то есть мы вспотели. Наше хлопчатобумажное, там, нательное белье, то есть как бы оно вспотело. Чего мы там кофты какие-то поддели, шерстяные, они тоже намокли от пота. И это просушить, ну, очень долго. То есть как бы это надо полностью раздеваться, то есть как бы само оно не высохнет. То есть на вас оно не высохнет. Вот, соответственно, вы рискуете, там, замерзнуть насмерть, будучи мокрым. Вот. Теперь переходим к современной концепции военной одежды. Итак, мы поняли, что нам необходимо делать. В принципе, есть многочисленные попытки сделать что-то универсальное. Вот, одел что-то, вот, и все. И вот оно тебя там зимой греет, летом тебя охлаждает. То есть как бы, ну, вот, скафандр такой вот. Мы будем говорить про слои, которые тут максимально близко. Плюс нам маленечко не повезло с погодными условиями. Если бы мы были там, не знаю, в штате Техас с вами, там, плюс 30 градусов, там, зимой плюс 35 лет. То есть весь диапазон, то есть как бы 5 градусов. У нас вот сегодня, нет, вру, позавчера у нас было плюс 20. Вот, вчера у нас было минус 5. В рамках одного, одних суток мы можем получить колебания температуры до 30 градусов. То есть минус 15, плюс 15, это запросто. В наших климатических условиях, ну, в нашей зоне. Поэтому, то есть как бы, одним комплектом одежды, то есть как бы одной какой-то универсальной одежды, к сожалению, не обойтись. Поэтому в Россию вот эта концепция пришла из-за рубежа. То есть как бы, ну, вот самой первой ласточкой была, одна из первых ласточек была американская армия. Она приняла концепцию 7 слоев, 7 слоев. Сейчас, то есть как бы, где-то выделяют 11 слоев, где-то 14 слоев, где-то 5 слоев. То есть как бы, названия слоев у всех разные. Поэтому давайте мы будем называть слой по функционалу. Вот, этому слою мы по американской классификации армейской, я назову его домер. Но эта же одежда, то есть как бы, у этого производителя может относиться к совершенно другому слою. Или его к внутренней какой-то классификации. Поэтому там, не знаю, там пятый слой, там у одних это одно, у других это другое. Итак, давайте начнем с слоя номер один. Итак, вот типичный первый слой, задача нашего первого слоя. То есть как бы мы поняли, что наше тело должно постоянно быть сухим. Так вот, задача первого слоя заставлять тело оставаться сухим. Итак, как мы можем это сделать? Ну, вот как это делали наши деды. Ну, вот, кстати, армейское термобелье. Вот, это так называемое первое поколение. То есть мы просто, ну, раньше наши деды, то есть как бы это было хэбэшное, нательное белье. Вот, соответственно, когда мы потели, оно прекрасно впитывало этот пот. Ну, и потом мы как-то его пытались там сушить, там раздевались, там, не знаю, там, сушили там у печки, там, неважно как. Вот, как делает современное, как это делает современное термобелье. Еще раз, базовый слой, это тот слой, который на вас. Когда жарко, когда холодно, когда мокро, когда в любых условиях базовый слой на вас. Итак, давайте, как он работает. Первое поколение, то есть как бы оно работало как? Мы просто берем материал, который имеет, скажем так, свойство высыхать, ну, быстрее, чем хлопок. То есть, все, что, любой материал, который сохнет быстрее, чем хлопок, вот, собственно, это вот первое поколение нательного белья, термобелья. Вот. В принципе, даже вот американская армия, то есть как бы она вот, даже второе поколение и третье поколение не используют. Они вот на первом поколении остановились. Ну, наше вот армейское белье тоже, но первое поколение. То есть, они берут какие-то смесовые ткани, там, какое-то количество, там, чего-нибудь, там, с чем-нибудь, то есть, как бы, что-то там приятнее к телу, что-то менее приятнее. Но минимум на треть вот эта вот ткань сохнет минимум на треть быстрее, чем хлопок. Вот. Производители, то есть, указывают там разные характеристики, но в среднем от 20% до 50% быстрее, чем хлопок. Это вот первое поколение. Ну, преимущество понятно, то есть, это начало быстрее сохнуть, да. Соответственно, влага с нашего тела начнет удаляться быстрее. То, что влага появится на теле, то есть, мы же военные, ну, или, там, тактикульщики. Соответственно, мы активно двигаемся. Влага в любом случае на нашем теле появится. Мы, там, пробежались, там, подняли, там, штангу, там, не знаю, там, боеприпасы таскаем, ну, влага появится. Поэтому ее надо будет удалить. Вот это термобелье первого поколения, оно его достаточно быстро впитает и, ну, в полтора, в два раза быстрее будет превращать в пар. Ну, то есть, сохнуть. В чем была идея второго поколения? Ну, вспоминаем физику. Вот налили мы на пол, например, там, капельку воды, она будет сохнуть, там, не знаю, 2-3 минуты. Если мы берем эту капельку воды, там, хоп, вот так вот размазали, она высохнет, там, за 20-30 секунд. То есть, в разы быстрее, да. Поэтому второе поколение, оно начало работать с чем? Оно начало вот эту капельку пота распределять на максимально большую площадь, чтобы увеличить площадь испарения. Соответственно, за счет чего это делается? Ну, вот классическое термобелье второго поколения. Вот. Вот это, так называемый, рассеиватели пара. Как это работает? То есть, мы имеем трехмерную структуру, где влага распределилась не просто по площади, она еще и послойна. То есть, там, первый, второй, там, третий слой, то есть, как бы, она вертикальную еще структуру имеет. Соответственно, вот на этих структурах, вот на этих структурах, влага испаряется на порядок, порядок это 10 раз, быстрее, чем просто с гладкой тканью. То есть, это не просто ткань, которая хорошо проводит влагу и хорошо ее отдает. Она еще имеет сформированные 3D структуры для испарения влаги. Вот. Как правило, эти структуры обязательно находятся на спине. Ну, вот максимальная структура. Вот. И, соответственно, в передней части, ну, где-нибудь там, в районе груди, она, соответственно, есть. Дальше. Наличие вот этих 3D структур, это второе поколение термобелья. Вот. Дальше. Ну, мы же должны, ну, влага может выделиться мне угодно. То есть, у нас площадь кожи достаточно большая. Соответственно, нам нужно эту влагу поймать, быстро поймать и перевести вот в эти структуры, чтобы она туда поступила, где она очень быстро испарится. Поэтому смотрим. Как правило, то есть, как бы, это система каналов, которая, ну, по капиллярчикам, то есть, как бы, эту влагу, то есть, как бы, нагоняет сюда. Ну, и плюс эти зоны находятся, как правило, в местах, где, ну, максимальное потоотделение. Вот. Ну, в подмышках, например, видите, 3D структуры. Если капелька пота осталась капелькой пота, если мы ее не растерли, не распределили на большую плотность, она будет сохнуть очень долго. Поэтому, в отличие от первого поколения, нужно, чтобы капелька пота не сформировалась. Она сразу должна впитаться в эту ткань и пойти, соответственно, на вот эти теплообменники. Вот. Как это сделать? Во-первых, то есть, как бы, термобелье второго поколения, оно всегда тянущееся. То есть, оно максимально, как перчатка, то есть, как бы, облегает ваше тело. Не должно быть ни сантиметра кожи, где термобелье кожи не примыкает. Потому что там будут образовываться капли. Да, то есть, как бы, возможно, там, кому-то там, ну, поначалу это будет непривычно. Вот. То, что это термобелье, то есть, как бы, оно облегает вас, оно имеет какую-то степень компрессии, оно поддерживает мышцы, ну, это, ну, как бы, сначала вновь. Но те, кто после вот этого термобелья одели вот это термобелье, смотрите, вот, люди-то разные. Вот, кто-то там весит, там, вот, я вешу, там, 110 килограмм. То есть, как бы, я пробегусь чуть-чуть, я расходую очень много энергии. Кто-то там сухой, то есть, там, 50-60 килограмм, и он может бежать, там, не знаю, трое суток. Вот. Но он выделяет меньше тепловой энергии, соответственно, за счет того, что он переносит меньшую массу. Соответственно, когда человек говорит, вот, я купил термобелье, и мне хорошо все в нем. А другой говорит, я купил термобелье, и я постоянно мокрый. Так нужно соотносить, скажем так, вашу конституцию тела и вашу нагрузку, в которой вы работаете, с вашим первым слоем. Если у вас высокие нагрузки, и вы достаточно грузный, вам нужно даже не второе. Мы сейчас поговорим про другое поколение термобелья. Если у вас, то есть, если вы сухой, если вы под жарой, соответственно, и у вас не очень высокие нагрузки, даже первое поколение термобелья на вас будет прекрасно работать. Держать ваше тело сухое. Поняли, да? Вот. Но понятно, что даже если вы сухой, и нагрузка у вас не очень высокая, беря более высокое поколение термобелья, которое более эффективно, ну, как минимум, вы не навредите себе. Вот. Итак, второе поколение, то есть, как бы, мы поняли. Да, чем, например, термобелье отличается друг от друга? Ну, вот Stitch Profi, например, и Aviador. Вот. Ну, технически, то есть, как бы, парорассеиватели, парорассеиватели, чем она отличается? Смотрим. Внутренняя структурка. В идеале, у хорошего термобелья, вот, у хорошего термобелья, вы видите, такие вот горизонтальные бороздки, очень-очень часто. Так вот, капель капота, которая выделилась, она тут же улавливается вот этими бороздками, и начинает распространяться, то есть, как бы, в ширь, там, в верх, там, в бока, там, и так далее. Нужно как можно быстрее эту капельку поймать. Вот. У дорогого термобелья очень-очень структурированная вот эта внутренняя поверхность ткани. Видите? Она просто не дает шансу. У термобелья, например, среднего ценового уровня, ну, видите, все гораздо проще. Проще. Видите, да? То есть, оно тоже эффективно работает. Просто то, это третье поколение, это второе поколение термобелья. Есть это называемое поколение 2+. Что такое поколение термобелья 2+. Это взяли и у поколения второго начали бороться с бактериями. Ну, то есть, как мы можем с бактериями работать? Что делать? Надо их убивать. Как мы их убиваем? Ну, вот, традиционно, то есть, как бы, медь, серебро, либо какие-то антибактериальные пропитки, то есть, как бы, вот они, все, что бактерию забивает, то есть, как бы, вот все это работает. Если мы термобелье, соответственно, обрабатываем какими-то пропитками, плюс какой? Это достаточно эффективно работает, это недорого. Минус какой? Две-три стирки, и термобелье превращается из поколения 2+, просто во второе поколение. То есть, мы пропитку смыли, все, оно перестало работать. Вот, соответственно, оно перестало работать, то есть, как бы, мы вспотели, Пот становится вонючим, то есть, ну, постоянно благоухает. Вот, поколение, соответственно, 2 плюс, ну, более дорогое, оно пропитками не ограничивается. Как правило, то есть, как бы в структуру волокна внедрено какое-то количество антибактериального материала. Ну, чаще всего используют серебро. Вот, соответственно, какое-то количество, там, полпроцента, один процент, то есть, как бы по серебренной ткани, она, соответственно, при стирке никуда не дьется, то есть, как бы бактерию, ну, это прекрасно удаляет. Соответственно, даже если мы, там, неделю в этом термобелье, не снимая его, ходим, то мы достаточно еще вменяемо после этого пахнем. Понятно, не розами, то есть, как бы, но не так, как в первом поколении через ту же самую неделю. Вот, но это еще не бактериологическое оружие. Вот, итак, давайте, второе поколение от третьего поколения чем принципиально отличается? На данный момент третье поколение представлено только компанией, ну, вот у нас только X-Bionic. Вот, в чем принципиальное отличие? Смотрите, мы вспотели, мы, пот, соответственно, впитало термобелье, пот превратило в пар, и он пошел дальше. Третье поколение сказали, так, 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 стоп, а что это пар ушел? Мы что, больше не будем потеть никак? Вот, давайте этот пар, ну, как-то попытаемся использовать. Поэтому поколение третье, то есть, как бы, оно пытается, оно делает все, что делает, там, во второе поколение 2+, плюс оно пытается каким-то образом работать с нашей влагой. Например, ну, вот, у X-Bionic это уже четвертое, как бы, поколение, Energizer 4.0. Вот, но это внутренний их номер. Вот, смысл какой? Когда мы выделяем пот, мы тратим на это энергию. Вот, реально так. То есть, как бы, когда мы потеем, то есть, как бы, организм теряет на это энергию, затраты энергии. Они, конечно, то есть, ну, не такие уж большие, но они есть. Вот это X-Bionic, поколение уже Energizer 4. Вот, в принципе, с третьего они это делали. Они накапливают вот эти капельки в микроопорах на поверхности. То есть, изнутри мы капельку впитали, она выходит, соответственно, вот в эти карманчики, и вот здесь, то есть, как бы, вот этими капельками она сохраняется. Для чего она сохраняется? Если мы продолжаем активно двигаться, вот, то эта капелька, соответственно, она начинает испаряться. То есть, как бы, ну, это место начинает охлаждаться. Как только мы прекратили жесткую физическую нагрузку, вот здесь вот испаряются они не сразу. Они очень долгое время здесь находятся. И когда мы в следующий раз испытываем физическую нагрузку, то сначала начинают испаряться именно эти капельки. То есть, нам повторно потеть не надо. То есть, экономится, то, почитайте, то есть, как бы, литературу, то есть, они пишут, что там до 5% энергии экономится вот на этом процессе. 5% энергии, если вы профессиональный бегун, это очень много. Если вы военный, если вы вот в этом месяц живете в окопе, 5% каждый день, ну, поняли, да? То есть, как бы, ну, иногда соломинка там ломает хребет верблюду. То есть, как бы, эти 5% они не лишние. Вот, ну, понятно, что, как бы, все эти технологии, они стоят денег. Если первое поколение термобелья, 1400 рублей комплектик. Есть дешевле, есть дороже. Ну, вот, примерно, там, от 800 рублей, там, до 2-2,5 тысяч рублей. Это вот, ну, первое поколение. Второе поколение. Если комплект стоит меньше 4 тысяч рублей, нужно задуматься, ну, что-то с ним не так. Где-то прямо сильно сэкономили. Поэтому комплект, ну, в районе, там, от 6 до 12 тысяч рублей, вот, для второго и 2-плюс поколения, это вот хороший ценник. Третье поколение, это за верх 14 тысяч. То есть, как бы, один элемент в районе 10 тысяч рублей. За верх, либо за низ. Вот, ну, ничего не поделаешь. Дальше. Ну, например, X-Bionic, он называет вот это термобелье, там, четвертым поколением. Наше тело имеет температуру 36 градусов. Соответственно, мы постоянно вот эти 36 градусов теряем путем инфракрасного излучения. Вот, любое нагретое тело, то есть, как бы, оно вот в этом диапазоне излучает. Поэтому они, например, в структуру ткани ввели волокна меди, и, как бы, создается эффект термоодеяла. Вот, соответственно, мы, как будто, одели термоодеяло, то есть, как бы, и наше внутреннее излучение переизлучается обратно. Вот, вот этим термобельем. Вот, ну, понятно, что вот эти поколения, они примерно условные. То есть, как бы, кто-то, там, может выделить, там, 5 поколений. Кто-то скажет, да, ну, их, там, всего 2, потому что, там, третье поколение принципиально, там, ну, не отличается от второго. Ну, смотрите сами. Первый слой, это базовый слой, который отвечает, отвечает за взаимодействие вашего тела с потом, с влагой. Оно носится всегда. Холодно. Если холодно, соответственно, мы, в любом случае, когда, ну, чуть-чуть побегали, то есть, как бы, мы спотеем. Что будет с этим потом, куда он уйдет, зависит, нанесен, носите вы первый слой или нет. Вот, если жарко, поверьте мне, то есть, как бы, вот этот слой никак не влияет, то есть, как бы, ну, в смысле, никак вас не утепляет. Он прекрасно продувается. Но, когда выделяется, соответственно, влага, вы, испарение этой влаги происходит в разы быстрее, чем на голом теле. И, соответственно, ваше тело, то есть, как бы, охлаждается в разы быстрее, чем даже если бы вы, там, голый просто ходили. Поэтому наличие хорошего первого слоя круглогодично. Вы слышали?